Юлия Юркина в течение 17 лет водила свою дочь в детскую поликлинику номер 9. И сегодня женщина снова на приеме у врача, но теперь в качестве бабушки. Говорит, за эти годы поликлиника сильно изменилась. Сделан ремонт отличный, красиво стены разрисованы, что ребятишек можно отвлекать. Да, самой нравится вот эта вся обстановка вся. И в регистратуру теперь очень можно спокойно дозвониться и записаться. Всегда ответят вежливые операторы и проконсультируют. Эта поликлиника единственная в крае, в которой проводят лечебную физкультуру в воде. На занятиях врачи помогают детям восстановиться не только после переломов позвоночника, но и после коронавируса. Также здесь есть стоматологическое отделение и круглосуточный травмпункт. Мы консультируемся с заведующим, разбираем какие-то непонятные случаи. И во время приема также, если появился пациент, с которым какая-то клиническая картина смазанная, либо по рентгенограммам что-то непонятно, опять же, можно пойти проконсультироваться. Он также придет, посмотрит, поможет. Сейчас в штате поликлиники трудится 300 человек. Больше 200 из них – это врачи и медсестры, многие из которых обладают высшей категорией квалификации. Работа ведется не только в стенах медучреждения, но и на выезде. У нас в настоящее время функционирует отделение неотложной помощи в составе трех бригад. И три фельдшеры сидят на приеме по неотложной помощи. Я думаю, в других поликлиниках в таком количестве нет специалистов. В планах, говорит Ирина, продолжить развивать поликлинику и в ближайшее время запустить второй лифт для перевозки больных. Сейчас врачи продолжают вести ежедневный прием без выходных, ведь признаются специалисты здоровья детей важнее всего. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.